Ну, как я могу одним словом характеризовать вообще предпринимательство, наверное, в первый год? Это американские горки. То есть у тебя каждый день сменяется вот такими подъемами и падениями, когда тебе кажется, что ты все, больше не можешь, и ты хочешь вернуться к тому, к чему ты привык. Я увлекалась долгое время кондитерским искусством. До этого я работала в рекламе около 10 лет, и в какой-то момент поняла, что мне хочется больше идти в направлении своей мечты, реализовывать свое, скажем так, свое предназначение. И поэтому пришла идея организовать то, чего, на мой взгляд, не было на тот момент у нас в городе, а именно организовать развлекательные кулинарные курсы, куда может приходить любой желающий без определенного уровня знаний в кондитерском искусстве. И большим толчком для меня стала ситуация, которая произошла в Украине, поскольку все мои близкие родственники, они живут в Украине, и поняла, что, наверное, жизнь, она одна, и нужно не терять время, и нужно идти вперед, и нужно делать то, что ты хочешь. Было страшно, очень страшно, менять что-то, особенно, когда у тебя все хорошо, когда, ну, то есть, ты доволен и работой, и коллективом, и зарплатой, и всем, но ты понимаешь, что ты как будто бы не на своем месте. Название вообще «Маро Ателье» появилась, моя девичья фамилия, она «Морой», и я вспомнила, что, когда мой папа ездил во Францию, очень многие последнюю букву не читали, и все ему говорили «Моро». Как-то так вот появилась идея, а почему «Ательер»? Я подумала, что все-таки кондитерское искусство, и мы, когда приходим, мы создаем что-то своими руками, то есть это как ателье, где мастера творят. Вот таким образом и появилось «Маро Ателье». Весь формат планировался сделать именно как открытая домашняя кухня скорее, чтобы люди, которые приходят к нам на мастер-классы, они могли те десерты, те блюда, которые мы готовим на мастер-классах, могли потом повторить у себя дома на своей кухне для своих родных и близких. Формат заключается в том, что мы обычно собираем около 10-12 человек, большинство из них друг друга не знают, чаще всего они знакомятся у нас прямо на месте, мы собираемся, под руководством мастера готовим определенное блюдо или десерт, в конце мы дегустируем то, что мы приготовили, и каждый уходит с коробочкой сладостей, десертов, всего того, что мы наготовили, каждый забирает домой для своих близких. За год работы самым, наверное, сложным было, во-первых, справиться со своими страхами. На данный момент мне удалось собрать команду из 8 человек, это наши специалисты в разных сферах, поскольку помимо того, что мы проводим кулинарные мастер-классы, к нам также могут приходить девочки на девичники, которые мы организовываем пока что раз в неделю по пятницам. В ближайшем будущем хочется расширить наши услуги, не только чтобы это были мастер-классы офлайн, но также и для тех, кто не может прийти к нам на мастер-классы. Чаще всего это диаспора, кто живет за границей, это мамочки, кто, к сожалению, не могут выделить 4-5 часов на мастер-класс, поскольку у них маленькие дети, и им удобнее проходить обучение или проходить этот мастер-класс онлайн. Если говорить про долгосрочные планы, то, конечно же, мне хочется, чтобы подобные мастер-классы были доступны в больших точках мира. Моя мечта, наверное, это все-таки сделать франшизу, чтобы подобное ателье можно было открывать и в других точках мира. Я очень-очень сильно нуждалась в менторстве, в каком-то гиде, в предпринимательстве. И в рамках ЕМ Молдова я участвовала в программе Woman Accelerator. Все время участия в программе я получила очень большой опыт, колоссальный опыт. Знакомство и общение с такими же девушками-предпринимателями, это тоже тебе дает просто нереальное вдохновение. И вот какой-то такой заряд. После каждой встречи тебе кажется, что ты можешь свернуть горы. Самый главный совет, который я бы дала, это, наверное, не бояться, идти вперед и не опускать руки. То есть как бы ни было сложно, все равно иди вперед, потому что это окупится. И что я поняла точно, предпринимательство любит смелых, решительных и тех, которые не сдаются. То есть как бы ни казалось, что может быть это никому не интересно, а вдруг моя идея никому не нужна. Это не так. Как-то раз мне давно еще сказали, что если есть хоть один человек, который верит в твою идею и в тебя, то у тебя все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!